Добрый день, уважаемые друзья! Сегодня с вами я, Зара Таджанова, иммиграционный консультант из города Сан-Диего, штат Калифорнии, Соединенные Штаты. Сегодня я хочу ответить на вопрос, то есть просьбу, нескольких девочек, которые попросили меня рассказать более подробно о тех шагах, которые нужно предпринимать, когда вы приезжаете в Соединенные Штаты. Девушка по имени Лиана, она мне пишет, Зара, здравствуйте, спасибо большое за ту информацию, которую вы предоставляете нам всем, это очень большая помощь для нас. Вы вчера выпустили видео, в котором вы говорите, как получить нужные документы, бенефиты, это очень нам помогло в нашем расписании. Не могли бы вы, пожалуйста, подробнее рассказать, куда нужно идти, потому что для людей, которые приехали в Соединенные Штаты первый раз, которые будут получать свои документы первый раз и не знают английского языка, даже такая информация, куда пойти, это является очень сложной. Спасибо большое. Лиана, спасибо за такой вопрос. На самом деле вы совершенно правы, потому что для людей, которые уже давно здесь живут, раздавать советы как бы очень легко, нужно получить то-то, нужно получить это, но в некоторых случаях иногда забывается, что на самом деле человек, который приехал в Америку первый раз, для него даже сходить в магазин, найти этот магазин может быть сложно, потому что он не знает английского языка. И я с этим согласна, потому что я сама тоже была в той же ситуации, когда я ничего не знала. Но на моё счастье у нас были люди, которые нам помогали, поэтому у меня не было сложностей, за исключением того, что были сложности в понимании, потому что я не говорила по-английски. Так, значит, сегодня тогда я расскажу про social security номер, так как наш первый шаг со вчерашнего видео, естественно, было получение social security номера. Значит, что такое social security номер? Social security номер – это, в принципе, номер социального страхования. Это очень важный документ в Соединённых Штатах, который как бы, в который как бы идёт вся информация о вас за всю вашу жизнь, в которой вы будете проживать в Соединённых Штатах. Этот номер даётся только один раз в жизни, и он не меняется. Может измениться статус вашего номера, потому что номер социального страхования, его могут давать, его дают обычно людям, которые родились тут в Соединённых Штатах, или же получили свою грин-карту. Плюс этот номер могут давать студентам, или же social security может быть временным для людей, которые работают по временным визам, такие как L1 или H1B. И поэтому этот номер обычно, если он временный, снизу там будет выписка, что там будет написано до такого-то времени, если она временная, и если же она у вас постоянно, то там никаких выписок снизу не будет, просто будет ваше имя и девятизначное число. Это будет номер вашего социального страхования. Этот номер, я бы сказала, как бы своего рода золотой ключик в Соединённых Штатах, потому что он открывает двери для получения, например, банковской карточки, банковского аккаунта, для получения, например, кредита, для получения квартиры, для получения медицинской страховки. Конечно же, этот документ является очень важным документом в Соединённых Штатах, и я бы хотела, чтобы вы обратили своё пристальное внимание, кому вы даёте этот номер. Обычно этот номер, вы, в принципе, не надо его с собой носить, носить, а лучше, если вы его выучите, потому что это будет как номер вашего телефона. И будете вы пользоваться им очень часто, и поэтому, если вы получаете свой номер социального страхования, лучше его отложить в сторону, в такую, ну, можно просто спрятать его подальше от посторонних глаз и использовать его только по предназначению, не давать его никому, другим людям, не делиться им, и поэтому, когда вы идёте куда-то, например, устроиться на работу или же там получить кредитную карту, естественно, тогда вы можете, но ни в коем случае чужим людям этот номер не давать. Что грозит, если вдруг вы потеряете свою карту? У нас почему-то наши соотечественники, я одна из этих, очень любят таскать всё своё с собой. И, наверное, это в первое время, естественно. Наверное, больше говорит страх о том, там, если вдруг задержат, чтобы я могла доказать, что я там легально нахожусь, и всё остальное, не нужно этого бояться. Просто отложите все свои документы в очень надёжное место, и когда нужно, вы его просто используете. В 2011 или в 2010 году, я не помню точно, мне нужно было оформить документы. И в тот день меня попросили, чтобы я принесла все свои документы. Свою грин-карту, свой social security, документы моего сына. и вот оно у меня было в таком клатче. И я всё туда сложила, решила свои дела, всё они мне оформили, и решила по дороге заехать в магазин. Заехала в магазин, прежде чем заехать в магазин, решила освободить свою сумку. В общем, вытаскиваю я этот кошелёк, я не знаю, почему я его кладу на крышу своей машины. Кладу я её там и иду в магазин. Прихожу, закупаю всё, а кошелька нету. Я думаю, где он? И вдруг мне в голову так стукнуло, я говорю, я же его забыла на машине. Прибегаю, естественно, там ни кошелька нет, ничего нет. И я в шоке, потому что я потеряла свою грин-карту, потеряла... Ну, всё-всё-всё-всё потеряла. И мне повезло в том, что я работала на тот момент переводчиком для иммигрантов. И у них были инструкторы, которые дают инструктаж, как нужно, что нужно делать в случае, если документы теряются, куда идти и как. Ну, в общем, в течение недели можно сказать, что я подала документы на всё, на обновление своей грин-карты, на обновление своего драйвер-лайсенса, социал-секьюрити, всё-всё-всё. И плюс, немаловажно, они позвонили во все три кредитные бюро, в которых они сообщили о том, что были украдены мои документы, социал-секьюрити. И они просят там, чтобы никакие кредиты без моего личного согласия, например, они не открывались. Естественно, они поставили большой запрет на всё это. Но всё равно, всё равно вот этот бессовестный человек, который украл мои документы, он смог онлайн купить телефон на моё имя по кредиту. И телефон был доставлен ему, но они запросили, чтобы вышел человек, который был указан, он указал моё имя там. И из-за того, что он не смог предоставить это, они вернули телефон. И потом они звонят ко мне и говорят, что вы заказывали телефон, а мы не можем его давать тем людям, если это вы, если это не вы. Я им говорю, что я не заказывала телефон, я не покупала его, у меня были украдены мои данные. И они говорят, всё понятно. И они сказали, что они сделают репорт на этого человека. Но чем закончилось, я не знаю. И потом уже я со временем, всё время проверяла, открываются ли на меня какие-нибудь кредиты, потому что это очень важно. Если ваш social security украден, очень много людей пользуются этим. И они могут открыть кредиты, а платить будете вы. Поэтому будьте очень-очень осторожны с этим. И знаете, вот недавно я даже очень-очень удивилась, я увидела такое объявление, что это было в русской группе, и там парень просит, может ли кто-нибудь дать свой social security номер, чтобы открыть там какой-то бизнес или ещё что-то. Это просто верх наглости, я считаю. Пожалуйста, ни за какие деньги, ни за какие там, ну я не знаю, ни за какое вознаграждение, ни в коем случае не давайте свой social security номер никому. Потому что это ваш документ, потому что любые нарушения, которые будут идти, это будет записываться именно под вашим номером. Поэтому ни в коем случае никаким людям свой номер не давать. Теперь самый важный вопрос, как его получить. Значит, чтобы получить social security номер, вам нужно написать в гугле social security number office и поставить свой zip-код. Например, скажем, мой zip-код 92101. Я пишу social security number office 92101. И мне он выдает несколько офисов, которые находятся близко ко мне. Вы можете сначала заполнить форму онлайн, они там предоставляют эту форму, и пойти в тот офис и сдать эти документы. Или же вы можете просто пойти туда, взять эту форму, заполнить там, сдать свои документы и прийти назад. После того, как вы идете, вы должны лично присутствовать на получении social security номера. Вы должны лично присутствовать, то есть на подачу документов. И после того, как вы подали, в течение двух недель вам приходит карточка с вашим номером. К примеру, если вы подали документы на social security, вам срочно-срочно нужно там устроиться на работу или найти квартиру, вы имеете право через три дня после того, как вы подали свои документы, пойти в этот офис и попросить у них номер вашего social security. Не свою, не карту, а именно номер. Почему? Потому что бывает же такое, что люди приехали, там им нужно срочно снимать квартиру. И что тогда в данном случае делаете? Они просят у вас номер, а карты у вас нету, поэтому вот в таких ситуациях, в срочных таких ситуациях вы можете пойти в тот же офис, объяснить им ситуацию, что вы хотите снять квартиру и они у вас требуют social security номер, они вам дадут номер этот, но карточка сама придет попозже. Вот. И если же эта карточка вам не приходит больше, чем две недели, вы должны забеспокоиться, потому что обычно она приходит очень быстро. Если она не пришла, значит, идите в тот офис и заново запрашивайте, спросите, на какой адрес они выслали. Вы знаете, я недавно работала с одной семьей и как бы в мои обязанности также входило им получить social security, ну, по контракту. Так вот, они написали, они отправили их social security номер три раза, и три раза им не пришло. Мы идем, проверяем, мы идем, проверяем, адрес, все правильно. Куда, куда ушло, никто не знает. В итоге они сказали, что мы уже больше не можем и вы должны прийти, потому что там есть определенное количество, когда они бесплатно делают, а потом уже они просят, чтобы вы пришли лично и получили в самом офисе. В итоге им на четвертый раз они пришли в офис. Мы заново подали документы, им сказали, через две недели придете и заберете свои карточки. Они пришли через две недели и забрали свои карточки с офиса. Поэтому будьте осторожны и когда вы заполняете документы, посмотрите, посмотрите, что тот офицер написал, потому что тот офицер будет вносить именно по вашим данным. И потом он вам дает бумажку, где он говорит, что я тут написал то-то, то-то, вы проверьте и вы проверьте. И после этого вы уже можете получать, пользоваться своей этой карточкой своим номером. Но опять-таки очень важное такое предупреждение будьте осторожны с этим номером и берегите ее как зеницу ока. Надеюсь, я ответила на этот вопрос и на днях я сделаю видео как получить драйвер лайсенс и также теперь уже буду по одному видео рассказывать как получать бенефиты и другие вопросы, которые у вас могут появиться. Спасибо за ваше внимание. Всего доброго. С вами была Зара.